Добрый вечер, Михаил Михайлович, Антон Боялов, Мире спорта. Первый вопрос такой, второй матч подряд, с победой, разумеется, поздравляю, хорошая игра. Второй матч подряд команда пропускает в начале матча. Вот нет ли в этом тенденции или это такое стечение обстоятельств? Разные факторы. Если мы берем первый матч с Рубином, понятно, что это стартовый отрезок. И здесь, опять же, то, что мы уже проанализировали, была новая пара. Центральных защитников, да, и в какой-то момент быстро гол, так скажем, сыграл с нами такую злую шутку. А сегодня вы видели, что много изменений произошло в составе. Опять же, небольшая там нерасторопность, но как только ребята приигрались, ребята почувствовали определенные взаимодействия, мы сразу перехватили инициативу в первом тайме и концовку первого тайма. И, в принципе, до середины второго все было достаточно неплохо. А потом, к сожалению, концовку второго тайма отдали немножко инициативу и перестал содержаться мяч. То, что, в принципе, мы сильны. И у Урала были моменты в наших воротах. Спасибо. Еще вопросы. Второй вопрос можно? Конечно. По Изидору вопрос, опять же. Вот сегодня вышел в старте, опять сыграл великолепно. Ну, соответственно, вопрос, например, сам с собой. Он заслужил место в стартовом составе на следующий матч? А все зависит, естественно, но мы берем несколько факторов. То качество игры, которое прошло, тот отрезок, который он проведет в работе, это в любом случае важный критерий. И самое главное – это стратегия игры против следующего соперника Воронежа. То есть мы поймем сильные и слабые стороны, где нам необходимо начинать сразу, в каком сочетании, в каком сочетании необходимо дальше усиливать игру команды по ходу матча. От этого и оттолкнемся. Чем вы кормите баковки на играете князяна? Что он так сбивает в каждом матче? Корм? Арбузами. Не боитесь, что он... И не боитесь, что он берет место в основе, в центре падения у Артема Дзюба? Не, ну если убрать шутки, что Наир находится в хорошем форме, в хорошем состоянии, для него, так скажем, достаточно беспроблемно играть и из глубины, когда он находится в позиции крайнего защитника, и когда нам надо точечно надавить в определенные позиции и выйти флангово атакующего игрока, поэтому здесь для него нет проблем, а для нас это хорошая опция с точки зрения вариативности и усиления игры команды.